Исторически знаковое событие для всей страны, которое символизирует связь поколений. В администрации Самары с участием временного исполняющего обязанности заместителя председателя правительства области Александра Фетисова и главы города Елены Лапушкиной состояло заседание Организационного комитета по подготовке к параду памяти. Он пройдет 7 ноября уже в 13-й раз. Традиционным местом его проведения станет площадь Куйбышева. В нем примут участие 50 парадных расчетов юноармейцев. Это представители кадетских корпусов Приволжского федерального округа. Ожидается и специальные гости из Снежного и Бреста, а также делегации из разных регионов и стран. Помимо важнейшего патриотического содержания, которое мы направляем на молодежь, на наш парад, продолжает иметь, и это не громкие слова, международное значение. Его видят везде, замечают. И это всегда свидетельство о том, что молодежь Самарской области, регионов ПФО, Российской Федерации, она как раз сплачена даже через участие такое серьезное. В параде примут участие бойцы специальной военной операции «Труженики тыла», «Дети войны». А главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны. Активную работу при подготовке к ежегодному параду памяти ведет городской департамент образования. В школах организованы литературные конкурсы, конкурсы детских агитбригад. Городской этап областного конкурса «Сочинение» идет. Городской этап областного конкурса «Рисунков», конкурс юных журналистов и блогеров. В общем, охват планируется в итоговый всех конкурсов порядка 10-11 тысяч обучающихся. Готовятся к параду и учреждения культуры. Работа театров и музеев будет максимально приближена к патриотической тематике. И помимо патриотического воспитания и важных моментов сохранения исторической памяти, это, конечно, продвижение территории. Чтобы о Самаре знали, к нам приезжают, может быть, потом приедут к нам учиться дальше молодежь. Это тоже очень важно. Для гостей праздника в день проведения парада будет работать военно-полевая кухня. Угоститься предлагают солдатской кашей, выпечкой и горячим чаем. Продажа алкоголя 7 ноября на улицах, прилегающих к площади Куйбышева, будет запрещена. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.